Как и было обещано, на канале не так давно опубликовано два видео. Одно посвящено Wilterx 85mm f1.8, другое Wilterx 23mm f1.4. Если у вас были планы на приобретение данной оптики, то настоятельно рекомендую данные видео к просмотру. А теперь к новостям. В сети появились слухи, что компания Nikon анонсирует новую флагманскую полнокадровую беззеркальную камеру в конце 2020 года или в начале 2021 года. И эта камера будет более высокого класса, нежели современный флагман линейки Z7. Согласно этим слухам, камера будет называться либо Z8, либо Z9. Ей пророчат датчик Sony IMX455 разрешением 60 мегапикселей. И такой же датчик эксперты ожидают увидеть и в зеркальном варианте Nikon D880. Про саму камеру, её эргономику, интерфейсы и другие характеристики пока неизвестно ничего. Разве что само разрешение, что она сможет снимать фото 14 бит и возможность серийной съёмки 14 кадров в секунду с механическим затвором. Также у неё будет двойное нативное ISO 64 и 400. В конце августа мы рассказывали о том, что 10 сентября готовится анонс нового стабилизатора Ronin. На сайте производителя была тогда даже размещена афиша с таймером обратного счёта. Теперь старая афиша с таймингом по какой-то причине исчезла, но появилось новое с изображением сразу двух стабилизаторов. Означает ли это, что планы DJI по какой-то причине изменились и в компании предстоят сразу две модели, например, Ronin S2 для тяжёлых камер и Ronin SC2 для более лёгких камер, пока что неизвестно. Если верить в свежие афиши, дата презентации теперь сдвинулась на октябрь 2020 года, что, на мой взгляд, издевательство. Это всё-таки не кинотеатры и киностудии, где вечно сдвигают премьеры по понятным причинам. Что же здесь произошло и почему сдвинули дату анонса, неизвестно. Компания Zhiyun анонсировала новый складной стабилизатор для смартфонов размером с ладонь под названием Zhiyun XS. Стабилизатор может выдерживать нагрузку до 235 грамм. Таким образом он может, например, осилить iPhone 11 Pro Max. И его стоимость тоже довольно приятная – 100 долларов. По словам компании, стабилизатор имеет встроенную батарею с максимальным временем автономной работы 5,5 часов, а стандартное время работы 4 часа. Каким образом получаются дополнительные 1,5 часа – не сообщается. Какая-то магия. Время полной зарядки составляет 3 часа. Диапазон наклона привода – 290 градусов. Диапазон поворота – 268 градусов. На рукоятке имеется джойстик, кнопка старт-стоп и качелька зума. В стандартном комплекте производитель обещает помимо своего стабилизатора кабель USB-C, треногу и сумку для переноски. В общем, ничего нового. Разве что это очень-очень маленький стабилизатор. Вчера в сеть попала фотография новой беззеркальной полнокадровой камеры Sony Alpha 7C. На снимке она в комплекте с объективом 28-60 мм f4, 5,6. Новинку представят уже на следующей неделе, 15 сентября. Напомним ее спецификации. Сенсор 24 мегапикселя, шарнирный экран, алгоритм автофокусировки как у Sony Alpha 7S III, 4K 30 fps, корпус похож на Sony Alpha 6600 с электронным видоискателем, но предназначенная камера логична для блогеров, блогеров и ютуберов. Батарея NPF-Z100, есть порт USB Type-C, один слот для SD-карт, микрофонный вход и разъем для наушников имеется. Wi-Fi и Bluetooth тоже в наличии. А вот цена оказалась даже выше, чем Alpha 7 III. 2100 долларов за корпус и 2400 долларов за комплект с объективом 28-60 мм. Немного о Canon. Ранее уже проскальзывала информация, что Canon готовит беззеркальную полнокадровую камеру на базе сенсора сверхвысокого разрешения. Компании рано или поздно придется заменить новой камерой под систему ESR камеру ES5DS и ES5DSR. Теперь в сети появилась информация, что небольшая группа фотографов уже тестирует новую многопиксельную камеру и поговаривает, что ее датчик будет 90 мегапикселей. Кроме увеличения мегапикселей, по слухам, камера получит электронный видоискатель с более высоким разрешением, чем у ESR 5. Предлагается, что эту камеру представят в третьем или четвертом квартале 2021 года. Ресурс Nikon Rumors поделился в своем твиттере информацией о том, что на следующей неделе Nikon представит два новых беззеркальных объектива Nikkor Z. Один Nikkor Z 50mm f1.2s, а второй Nikkor Z 14 24mm f2.8s. Что касается первого объектива. Оптическая конструкция включает 17 элементов в 15 группах, в том числе 2 ED и 3 асферических элемента. О дыхании фокуса этого объектива пока неизвестно, но скорее всего его не будет. По размеру похож на Nikkor 24-70 f2.8s. Кнопка функции также будет присутствовать. Защита от непогоды тоже. По второму объективу сразу уточняется, что он отлично подойдет для видео. Плавная и бесшумная автофокусировка, практически без рывков и дыхания. Почти плоский передний элемент. И также будет дополнительный слот для заднего фильтра, позволяющий использовать гелевые фильтры. Объектив будет представлен с двумя разными блендами от FX и DX. Немного новостей для пентаксистов. Компания Rika выпустила третью часть своей серии о новой APS-C камере, в которой они рассказали об установке неподвижного ЖК-экрана в будущей флагманской цифровой зеркальной APS-C камеры Пентакс Каньо. Просто неизвестно, какая цифра будет в конце. Цитирую. Мы решили сделать упор на создание компактного и прочного корпуса, поскольку это был один из самых важных нюансов разработки новой камеры. Нам удалось уменьшить толщину камеры между байонетом и ЖК-экраном за счет оптимизации расположения платки и уменьшения толщины модуля экрана. Вот почему в Пентакс решили поставить в эту камеру неподвижный 3,2-дюймовый экран, сохранив при этом баланс прочности корпуса и его компактность. Что же можно сказать по этому поводу? Собственно, то, что экран неподвижный было видно и раньше, на фотографиях камеры, которые уже давно попали в сеть. И снова о Nikon. По слухам, в планах Nikon в 2020 году было представление двух беззеркальных камер. Одна из них полнокадровая Nikon Z5, которую уже представили и мы вовсю ждем ее на тест. А вторая камера это APS-C камера начального уровня Nikon Z30. И месяц назад она была замечена в тайваньском NCC, то есть агентстве по сертификации беспроводных устройств. В течение всего теста с камеры использовался объектив Nikon DX16-50mm f3.5-5.6 VR. Судя по картинке корпуса камеры, Nikon уберет электронный вид искатель, чтобы снесить себестоимость производства. Давайте напомню технические спецификации. Это 24 Мп, формат APS-C, видеосъемка 4К до 30 кадров в секунду, запись видео Full HD до 60 кадров в секунду, аккумулятор EN-EL15C, что повторюсь намекает о возможности питания камеры в процессе съемки HDMI, USB Type-C, совместим со стереомикрофоном ME1. Один слот для карт памяти SD, правда без поддержки UHS-II, только UHS-I. Немецкое издание WinFuture вдогонку с опубликованными ранее картинками новой GoPro Hero 9 Black добавило информацию о технических возможностях этой экшн-камеры, включая упаковку и новую большую батарею. Итак, характеристики следующие. 20 Мп сильный сенсор, 4К до 60 кадров в секунду, но также должен быть режим видео 5К 30 кадров в секунду. Новая стабилизация изображения Hi-Workshot 3.0, которая должна давать результат как от использования внешнего стабилизатора. Функция Time Warp 3.0, есть режим веб-камеры, поддержка прямой трансляции в формате Full HD, новый аккумулятор 1720 мАч, что почти на 41% более емкий, чем у предшественницы, и новая док-станция для зарядки. А теперь блиц новости. Сразу несколько ресурсов поделилось слухами о планах Panasonic и Альянса L-Mount. Итак, что же говорится, Sigma очень недовольна темпами развития L-Альянса и призывает Panasonic уделять больше внимания именно этой системе. В компании Panasonic и L-Альянсе просчитывают возможность создания систем камер начального уровня с байонетом L-Mount на базе APS-C матрицы. Кроме того, теперь в сегменте видео главным конкурентом они ведут именно компанию Canon. И, кстати, снова о них. Компания Canon зарегистрировала новую камеру под кодовым названием DS126849. Никаких дополнительных сведений о камере сегодня нет, только Print Screen из российского регистрационного ведомства. Немного об Olympus, точнее о планах Jeep по возрождению бизнеса MFT. Цитировать не буду, скажу только саму суть. Jeep планирует сосредоточиться на видеобизнесе, которому Olympus до сих пор не уделял особого внимания. Цитирую. Мы рассматриваем различные направления, как в потребительской сфере, так и специализированные для видео и бизнеса. Например, в области камер видеонаблюдения, а также другие сегменты видеопроизводства. И в заключении об объективчике. Китайский производитель Viotrex объявил в китайской социальной сети Weibo, что объектив Viotrex 56mm f1.4 XF появится в розничной продаже 20 сентября по цене 330 долларов. И давайте под конец опять же напомню, что на 23mm f1.4 и 85mm f1.8 второй модели мы сделали обзор и тест. Итак, друзья, на этом все. Снова не получилось у меня появиться перед камерой, уж простите, но надеюсь, довольно обильное количество новостей это возместило. Так что оцените данный выпуск положительной или отрицательной оценкой на ваше усмотрение. И до встречи в следующем выпуске новостей. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok